Всем привет! Сегодня наконец-таки я приехал на свалку У меня случилась беда, сломалась кнопка стеклоподъемника И наконец-таки настало время снять нормальный видео про свалку В общем, в прошлый раз у меня незаконно удалось продержаться 30 секунд примерно И потом меня сразу заметили и выгнали В этот раз я планирую продержаться хотя бы пару минут Потому что я буду более аккуратен Незаконно, потому что просто так проходить туда нельзя Где ты должен показывать, что тебе нужно И они тебе уже говорят, куда идти Но в прошлый раз я просто успел пройти к машине Просто ходил, открывал их Ссылка на это видео есть где-нибудь вот здесь Поставлю, можете глянуть На этот раз, думаю, все получится И если не получится, по максимуму постараюсь снять что-нибудь интересное В общем, есть 4 основные задачи Это купить кнопку как можно дешевле И чтобы мне не дали п***ды И я был правильный с полицией Вот последние 2 пункта очень важные Итак, я пришел За этой вот стенкой начинается свалка Надеюсь, у меня все получится Поэтому столько всего Вон там идет переработка Так, все, вот это уже свалка начинается Вот е-46 Это машина со свалки врубаетесь Они все открыты, кстати Так, вот тут Ford Вот смотрите, край Еще один Ford Focus Тут еще куча машин Пошли, собственно, спросим За сколько может быть кнопка Надеюсь, купить, наверное, евро За 4, может 5 Нормальный такой мужичок подсказал, как пройти Может быть, прямо и налево Как видите, тут много свалок На самом деле, это не одна То есть вот это тоже свалка Я тут даже на место, где русские работают Но это так неинтересно Лучше вот пойти, посмотреть жуков старых Поспрашивать Гарда зашка Сысла Ну, в общем, уходил за кнопку 10 евро Но я смог торгануться до 5 Вначале, я даже не смог торгануться Я просто, как он сказал, 10 Я сказал, давай за 5 Ну, примерно, я рассчитывал купить евро за 5 Можно же поменьше за 3, за 4 И все И достал ее из тачки Какой-то первой павшейся BMW, которая была И я купил Конечно, я мог купить ее намного дешевле через eBay Но так неинтересно А тут типа свалка Вообще, сейчас все запчасти покупают намного дешевле через eBay Все, что видите сейчас сзади, это свалка То есть машины, которые просто выброшены На самом деле, возможно, многие из них на ходу, я уверен Просто какие-то непрошетювки, какие-то обесценились Специально для любителей модиков Решил еще и их глянуть Какие-то тут с номерами, а какие-то без Интересно, кстати, узнать цены на них Ну и напоследок, маленький штрих Давайте уже наконец-таки поставим Делается это элементарно Смотрите, просто суем Так Оп, все Готово Зажигание Вуаля О, и МС как раз охуенный проезжает Конечно, эту кнопку здесь можно было намного дешевле купить Думаю, евро за 3, где-то за 2 Да может даже и за евро Как мне говорили, в России такая кнопка из колобоемника в 36 кузов Стоит примерно где-то рублей 700-800 Ну, новая А я, получается, купил за 5 евро Это сейчас сколько там Ну, рублей где-то 350 Вообще, пишите, сколько все-таки кнопки в России Ну, вроде интереса чисто Я как бы даже особо не торговался Просто он сказал 10, я сказал 5 И все по рукам Такой вот коротенький получился видосик со свалки Надеюсь, вам понравилось В следующий раз поеду на другую свалку Наверное, к русским Я там знаю одну И там поспрашиваю, сколько стоят М-руль, М-зеркала Ну, просто ради интереса А эту машину, скорее всего, я уже буду продавать Скоро, через месяцок И в следующий год уже брать что-нибудь новое В общем, кому понравилось это видео Не забывайте ставить лайки Также можете сделать репост И подписывайтесь на канал На новые интересные видео С вами был Дима Гордей До новых встреч!